хочу в сторону чудес мне это обещали особенно в преддверии больших праздников и в качестве феи сегодня у нас выступит только виктор нафи тисова батум ольга виктор на здравствуйте мы рады вас видеть ну что ж мы с 22 года вступаем полосу чудеса так понимаю да или да все тогда рассказать спасибо на самом деле мы уже давно там в стране чудес слава богу не 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 на поле чудес она а в стране в пространстве чудес другой вопрос что где-то они осознают живут как живут просто потому что мы все равно остались людьми до сих пор мы воспринимаем мир так воспринимаем и сегодняшнюю сегодняшний наш ролик я хотела бы уже знаете так поставить точку в этом перепросмотре который мы третью передачу ведем расставить акценты потому что для меня неожиданным образом оказалось структурирование именно этой темы большим вызовом пришлось чуть-чуть даже поработать собой давно такого не было это для меня я надеюсь что для всех кто прислушается и может быть схватит вот эту вот тему станет таким знаете фиячным как вы сказали фея ну да пофиячить возможность по чудесатить а так чтобы она сейчас бывало что такое чудо если мы говорим о чуде то это момент когда мы не знаем как мы получили то что мы хотели потому что мы не знаем всю цепочку да малыши они же деда мороза верят не просто так они живут в мире чудес у них все сбывается потому что они попросили и мама услышал сходила магазин принесла купила а ребенок у нее не хватает еще системы восприятия и долгосрочности восприятия того чтобы понимать да у трехлетки что это вот магазины мама ходила и так далее у двухлетки тем более или ты сидишь крутишься тебе полтора года и вдруг на тебя ложка скаши откуда-то из воздуха вылетает или вот если посмотреть почему маленькие дети так верят чудеса потому что у них все сбывается они просто не видят всей цепочки а когда чудеса начинают наступать у взрослых людей то речь идет о том что мы тоже не замечаем всю цепочку передвижение материи по миру в сторону нас ну как уже я тут знаете с прикручивая свою гордыню справлялась собой чтобы попробовать доложить что время чудес наступило хочу чуть-чуть приоткрыть завесу о том как теперь это работает потому что мы теперь имеем представление о том откуда все берется но еще очень слабое хотя уже достаточно для того чтобы поговорить об этом давайте я открою сейчас презентацию а так и называется время чудес ну и вообще мы во времени чудес декабрь месяц когда если не сейчас в принципе начать загадывать что там что очень давно хотелось не знали как получить и предыдущие из предыдущей презентации вот этот слайд того что мы находимся в череде двоек и нулей и вот наконец двадцать первый год закрыл эту череду и двадцать второй открывает как мы говорили да с точки зрения нумерологии двадцать второй год две тысячи двадцать второй год гармонизирующие пространство наступает то есть если нас всех штормило очень мощно просто потому что во время того что даже политики назвали шаманским термином обнуление на самом деле речь идет о том что во времена обнуления мы переходим в следующую фазу того того ощущения от мира в котором мы находимся то вот сейчас уже обнуление заканчивается наступает его значит гармонизация весь этот процесс будет идти на самом деле весь двадцать первый век с одной стороны с другой стороны двадцать один это это очень серьезная цифра для нас да все кто играл в карты а мы их тут сверяли целых две передачи значит двадцать один это очень важная история для того чтобы получить удачу и когда мы что-то получаем чего даже не знаем как мы называем это удачным сложившимся стечением обстоятельств на самом деле сейчас можно посмотреть как их сложить дети подрастают и узнают что для того чтобы каша попала в рот нужно посадить семечку дождаться пока она вырастет потом достать ее из нового выросшего побить измельчить каким-то образом сварить и уже потом только в рот то те чудеса которые могли с нами происходить а мы живем на территории где чудеса происходят и мы как культура русского кодирования умеем это делать просто забыли то теперь у нас есть еще теоретическое обоснование того как это происходит раньше это было удачно а теперь это целенаправленно лучшее впереди точно поехали ну вот открывая все за двадцатым веком открывая пространство в котором мы очутились да это фрактальная бесконечная история многое измеримое это вот мир который который выглядит вот примерно так новорожденный мир первый мой слайд называется это мир сейчас хочется подвести итог все таки посмотреть на мир в котором мы очутились в двадцать первом веке очень важная оговорка на мой взгляд сейчас должна быть с моей стороны мир который мы открыли в двадцать первом в двадцатом веке сквозь череду больших-больших открытий математиков физиков биологов это мир вот сейчас есть возможность подытожить каким он становится знаменитая фраза одного из великих о том что мир не оправился от открытия Коперника о том что мы находимся не в центре вселенной и что до сих пор человек находится в шоке от этого вызывает большое количество исследований то двадцатый двадцатый век поменял и это это называется парадигма то как мы воспринимаем двадцатый век поменял это уже но в школах еще не преподается мир в котором мы очутились об этом знаю только вот ребята которые с утра до вечера занимаются тем чтобы продолжать расставлять штрихи к этому миру ученые люди может быть эзотерики тоже туда заглядывают но уже знание распространяется люди начинают осознавать и то что случилось в изменении парадигмы тем что мы расширились очень сильно высотой в глубину привело к тому что вот мир как его моделируют в 3d хотя мы с вами уже знаем о том что это много факторный много измерений измерений много бесконечное количество измерений если честно сказать хотя в человеческую голову слово бесконечность очень трудно помещается ну это так бесконечность вот чтобы мир стал вот так выглядеть значит вот в моей в традиции предыдущих двух роликах вот имена людей которые его открыли описали таким образом и уже с середины двадцатого века он вот так выглядит все что попало в школы что учат дети из этого пространства которое доказал Хаббл это то что вселенная расширяется но точно так же как понадобилось несколько сот лет на то чтобы осознать мы не в центре вселенной споров значит до сих пор они честно сказать ведутся некоторые люди до сих пор утверждают что земля плоская поэтому не сразу все происходит да в школах детям говорят о том что да мы бесконечной вселенной находимся и то что она расширяется но чем нам это грозит что это значит для нас в житейском обычном смысле очень трудно доходит я могу сказать что тема еще раз повторю для меня была большим вызовом и у меня обычно нет вопросов всем чтобы что-нибудь кому-нибудь рассказать то вот здесь я постоянно подобираю слова с тем чтобы определить просто потому что их еще не очень есть в языке они есть в ученых людей я знаю что если бы сюда сейчас пришел кто-нибудь кто занимается всю свою жизнь квантовой механикой он бы на своем языке здесь зарядил бы все объяснил но мы бы ничего не поняли и частью моей жизни является перевод ученого языка на обычный чтобы людям было понятно чтобы мне даже было понятно а еще лучше ребенку который в школе начинает познавать мир в котором он очутился мы с вами сейчас такие дети нам нужно найти эти слова сочинить их может быть или понять какие подходят из тех которые мы уже знаем ну вот в силу своего так сказать чего я умею языке хочу рассказать итак мы очутились в новорожденном мире но он не только что родился он миллиарды лет существует мы открыли о нем кое-что что совершенно новым является для восприятия себя в этом первое мы в расширяющейся вселенной что это означает это с одной стороны плохая новость для людей почему потому что мы стремимся к стабильности мы хотим чтобы окошко на котором написано касса всегда и всю нашу жизнь было в одном и том же месте даже если оно написано где-то в интернете там где выдают еду чтобы все было стабильно потому что если этот мир все время расширяется это значит он постоянно меняется и ни разу не ходит в отпуск и не спит все время это делает то есть расширяющаяся вселенная то есть это действительно новость которая если начать ее воспринимать пугает и страх это естественная история потому что мы каждые мгновения нашей жизни находимся в новом мире то есть нет ничего стабильного в нем все время расширяется с точки зрения размеров это ой новость с другой стороны это класс одна из самых классных новостей которые может быть потому что людям вечно не хватает места вечно не хватает пространства все время идут драки за территорию и продолговатый мозг не может это игнорировать он все время отслеживает сколько раз по размерам твоя территория кто на ней главный и если вселенная расширяется значит нам и пространство тоже расширяется у нас пространство больше становится и только это пространство не буквально участок земли а пространство которое находится вот в этих фрактальных формах о которых мы говорили прошлый раз как это я прошу вас пока у меня не спрашивайте я еще в разведывательной экспедиции на эту тему кое-что уже понятно но объяснить еще это невозможно только идет тестирование как этим пользоваться где то место которое все время прибавляется ну вот самое простое что можно сказать что раз все это расширяется значит все время прибавляется возможностей то есть вот если заходить на пространство возможностей мы о нем сегодня еще поговорим то оно все прибавляется это значит мы в бесконечном брактальном мире это два это что значит это значит что Льюис Кэролл видимо был прав в своей сказке о том что глубину погружения в кроличную нору определяет тот кто в нее погружается это значит что она не только вот так расширяется но еще и в глубь это значит что стоп погружению говорят теперь люди вот эта история связанная с тем что когда мы измеряем береговую линию или границу результат зависит от участков от отрезков которых мы измеряем и это значит что чтобы нам получать достоверную информацию достоверные карты мира нам все время надо друг с другом договариваться что является той основой и почвой к тому чтобы получить точное моделирование мира в котором мы находимся чтобы мочь уметь именно мочь смочь этими картами пользоваться и бесконечность это трудно перевариваемая штука как я сказала нашим мозгом но некоторые справляются большой вызов приносит бесконечный фрактальный мир нам то есть мы переходим на то чтобы возобновлять возобновлять умение договариваться если вы посмотрите сейчас как раз что в политике происходит и там потерянное потерянное умение да в обнулинии потерялось умение договариваться что почвы нет какой участок да если мы детализируем детализируем и падаем в бесконечность какая деталь является центральной и с другой стороны ну вот хорошо как люди стали людьми потому что они договариваются то есть вот мы значит имеем шанс в этом бесконечном фрактальном мире выиграть восстание выиграть у машин во время того как они уже устроили свое восстание так что еще мы в квантовом качестве окружающей среды вот эти вот все последствия спора Нильса Бора Эйнштейна который идет с 27 года прошлого века 20 века с 20 года и вроде бы в 1982 году Аллан Аспек поставил точку что Бор прав но после этого был обнаружен хаос и оказалось что не совсем то есть процесс идет качество этого мира что это за окружающая среда не хочу я произносить слово экология чтобы быть верно поняты именно окружающая среда в которой мы находимся имеется под собой квантовое качество со всеми категориями квантовой механики которые честно сказать про которые Нильс Бор Эйнштейн совсем не признался что понял А Нильс Бор сказал что если вам кто-нибудь скажет что он понимает квантовую механику скорее всего он вас обманывает потому что ее понять нельзя но это было в 20 веке а сейчас хотим не хотим нам придется въехать как это работает квантовое качество вот собственно про то что ничего не определено является входом в чудесное пространство ну и плохая новость то что мы видим 4% отсущего это же хорошая новость что для каждого из нас откуда то из этих оставшихся 96% уже несется ложка с той кашей которая нужна именно нам потому что чудеса уже теперь не только возможны но и близко и мы даже знаем в какую сторону направлять свое внимание и что еще важно что скорость которая сейчас нам доступна это скорость квантовых частиц в неопределенном спутанном дуальном алгоритме постижения его вот вот такой мир и это парадигма восприятие которое нам сейчас доступно и она уже здесь уже здесь если мы посмотрим на вот слово скорость то каждому известно из школы что если мы говорим про физичность этого мира слово скорость включает в себя то есть не слово а категория слов скорость включает в себя единицы измерения единицы измерения измерения скорости это метры а метры у нас расширяются все время на секунды на секунды давайте поговорим про время так как у нас ролик называется время чудеса время является центральным фактором вот в этом бесконечном расширяющемся квантовом неопределенном спутанном дуальном мире со странными алгоритмами и ой я про время могу говорить бесконечно именно потому что это первый фрактал в который мы с вами попали потому что время за двадцатый век претерпела тоже за девятнадцатый двадцатый век очень сильно поменялось ну если исходить из того что иногда попадается сигнал снаружи который ставит устоявшуюся систему знания о мире в такой некоторый неприятный момент что оказывается ой 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 как бывает то для меня это было конечно открытие ну для многих может быть это ясный факт как это как с этим справиться не вопрос но для меня это было откровением то что например в Тегеране сейчас вот у нас сейчас с вами семнадцать двадцать пять а в Тегеране сейчас семнадцать пятьдесят пять официального времени и если честно в девятнадцатом веке оно так и было вообще на всей планете в каждом селении было свое время и это договорная единица промежутков условных единиц между событиями сквозь века сквозь века время претерпевало отношение к этим единицам люди которые жили в древности находились вот в таком вот в таком структурном восприятии времени зима весна лето осень утро день вечер ночь и это родился умер родился умер и если мы посмотрим на восток так вообще одна жизнь вторая жизнь третья жизнь четвертая жизнь колесо сенсора оттуда да вышло мы знаем о том что восприятие мира китайскими людьми которые воспринимают мир именно так до сих пор время циклично греки уже это называли своими именами то есть вот с древности цикличность греки открыли то что время может быть так выглядит ничего не повторяется и раскрыли его хронологичность то есть у нас появилось прошлое настоящее будущее и это закрепилось языках европейских очень мощно и это хронологичность времени прошлое настоящее будущее когда наступила интегральность и мы что такое интегральность когда мы начали смешивать то и другое культуры рассматривать сверять карты на поверхность вышло то что если скрестить круг с линии получится интегральное время то что мы называем сейчас синусоидой но то что греки называют лови волну время под названием кайрос выглядит таким образом то есть на сегодняшний день оно вот такое мы называем река времени не просто так потому что мы эти волны очень сильно чувствуем что они что оно вот так и оно у нас течет языке закреплена это парадигма время оно течет вот таким образом течет и здесь что я сделал 21 век простая мысль которая не приходила в 20 вот смотрите вот это настоящий момент точка вот как если бы мы могли его зафиксировать потому что оно уже уйдет настоящее и я вот тут пусть будет да я или вы все равно вот просто если посмотреть и в прошлой вековой традиции хронологии времени даже понимая что оно течет восприятие времени выстроено из прошлого через настоящее будущее сейчас еще раз покажу эту линию вот она видите из прошлого через настоящее будущее если это так то весь свой багаж из прошлого мы через настоящее переносим в будущее и в принципе если циклично и хронологично и так направлено то изменений в принципе не должно быть или они совершенно неуправляемы ну то есть вот изменения в будущее если я из прошлого через настоящее все это в будущее переношу быть не может так это или вот это через волну не важно совершенно а если посмотреть на то как это происходит на самом деле вот сегодня у нас с вами ролик записывается у нас 14 декабря мы можем с вами остаться сидеть на своих стульях или как посмотреть так так вообще не вставать с дивана никуда не выходить из дома вообще хотим мы или не хотим через шесть часов наступит 15 декабря а потом 16 я не знаю ни одного человека к кому бы там спустился ангел с небес ну говорят что они есть ну мне не удалось побеседовать с таким человеком у кого ангел бы с небес с утра часов в пять пришел спросил слушай ну что солнце запускать будем сегодня или давай притормозим чуть-чуть просто оно идет и получается тогда что сюда в настоящий момент будущее идет само и тогда если это так то прошлое само уходит и то и получается что будущее как бы смывает прошлое да если метафорически говорить и вот этот там волна которая сейчас поднимается о сохранении того лучшего что у нас есть о том чтобы разобраться что мы знаем и что точно в мире остается даже когда будущность накатывает становится пунктом номер один давайте посмотрим да вот в прошлом положено утекать или как сейчас психологи очень красиво говорят отпускать ну как бы если все отпустить а что останется да у меня лично всегда этот вопрос что значит отпускать а зачем я все это помню сейчас про прошлое чуть чуть попозже давайте поговорим про будущее да ну вот будущее если прошлое уходит мы в настоящем находится и это да вот это вот сейчас уже в мультиках снимают это прошлое забыто будущее сокрыто есть только этот момент и вот меня всегда озадачивает это что значит только этот момент да как это я все помню да но если посмотреть на то что будущее само к нам идет то что именно чем является будущее на самом деле и сейчас я должна ответить на вопрос почему я так все таки докрутила эту тему до до трех роликов потому что вот этот пожалуй самый важный момент мы озабоченность на сегодняшний день как человечество нету ни одной модели будущего вот оно сейчас есть такое какое оно есть в этой новой парадигме новорожденного мира его нет есть пустое пространство вот этот самый физический вакуум его его нет и тогда а что есть ну как бы странно сказать что у меня нет будущего это как это вообще конечно у меня есть будущее я точно собираюсь 15 декабря проснуться то есть а куда я попаду тогда в будущее если оно пришло с чем ко мне и мы понимаем тогда что будущее это вот это пространство наполн наполненная штука которая является то что люди говорят может быть может быть я буду завтра по плану а может не по плану это возможно будущее это возможность но не просто возможность а возможность еще называется словом вероятность мы опять заходим машем рукой альберту через века это вероятность и вероятность того что могут быть все устраивающие меня варианты и все не устраивающие меня варианты это тоже называется континуум протяженность все что мне хочется и все что мне не хочется все что может быть обрадует и все что может быть и не обрадует и куча промежуточных вариантов нереальное количество континуум плавный градиент от плюса к минусу и наоборот я очень условно в восприятии того как привыкли мы рисовать еще из того мира что плюс это все хорошо а минус это всегда плохо но на самом деле мы не знаем и вот это вот континуум как таковой а что это такое вот это будущее идет вот весь этот континуум идет к нам а нам что тогда делать хорошо вопрос вот так я хочу это но как только я начинаю разворачивать стрелу назад я буквально против времени вселенной выступать я хочу сюда а оно идет другую сторону и это ответ на вопрос который почему мы хотим как лучшее получается как всегда потому что как бы не в ту сторону двигаемся что важно да в этот момент если это вероятность если это возможность будущее несется на нас с огромными вот все эти вероятности несутся со скоростью нейтрино вот такая скорость и так как это волна она дуальна и каждый из нас делает эксперимент летом на своих шторах вешаешь новые шторы а ну в крыму точно приходится менять на следующий год потому что они выгорают и мне хватило любопытства рассмотреть как они это делают они выгорают не ровно а такими прям бомбардированными расширяющимися участками более светлыми выбивает краску летит фотон и выбивает превращая вот стукаясь об штору выбивает оттуда вот этот вот квант и выбивает краску выгорают что вот будущее летит и прилетает часто не то что хочется почему это хороший вопрос собственно это и был спор Эйнштейна с Нильсом Бором который длился много лет и вроде бы аспект поставил в него точку но процесс продолжается обо что стукается весь этот квантовый континуум что мы как в песне сделать хочу грозу а получаю козу и когда она прилетает это коза я не заказывала вместо того чтобы понять что важно какую ошибку важно исправить и это то почему мы прошлое помним чем является прошлое для нас прошлое является вот мы из прошлого из всей этой памяти важно чтобы добыть те жемчужины как себя вести по отношению к этому пугающему надвигающемуся пространству под названием будущее с тем чтобы в этом будущем образ его когда оно придет совпал с тем что мы получили с тем что мы хотели и здесь мы обращаемся к этой истории с образом да хороший вопрос что же делать образ будущего это просто картинка и ключевым и вправду является отношение к этой картинке сейчас в настоящий момент что происходит с будущим понятно с прошлым понятно а что происходит сейчас в этом неуловимом моменте если бы можно было в фейсбуке добавлять роликов не нами созданных я бы сейчас конечно включила песню есть только миг между прошлым и будущим может быть даже подпела ей просто потому что вот этот миг который которым настоящий является а что такое миг 10 минус 25 степени секунды дальше времени померили миг который определяет что мы получаем этот миг в этот миг происходит выбор и люди думают что когда выбор это нужно посмотреть всех кандидатов сходить уже теперь просто куда там на госуслуги отдать свой голос и так далее вот выбор может происходить только здесь и сейчас и вчерашний выбор значения имеет мало его важно перевыбирать и выбор будущего длится миг к нам потом приходит будущее которое мы образом которое мы представляем я сейчас говорю то что я разведала дальше относитесь к этому как хотите простите если я кого-нибудь сейчас цепляю с тем чтобы повысить вашу ответственность то есть я представляю картинку об эту картинку вот этот весь континуум стукается и выбивает из нее материю то есть мы материализуем через то что представляем его но мало того что представлять важно его выбирать каждый день постоянно это называется вера будущее и то чем важно заниматься постоянно с тем чтобы приблизить образ который нас плюсовым образом устраивает это поддерживать ту картину мира которую мы буквально материализуем своими ресурсами и умением дан умением который дал нам дворец творить это будущее наши предки опирались в то чтобы поддерживать веру на способ который называется молитва то есть обязательная молитва поддерживала в том чтобы через распев через слова отодвигать все остальные псуи картинки и оставлять ту картину желательно еще чтобы несколько человек рядом представляли одно и то же тогда эффект усиливается в разы и к сожалению этот способ сейчас очень важный способ собственно седлать волну будущего к сожалению не имеет такой силы как он имел нужно устраивать специальные пространства стоит иметь другой способ как поддержать человека в том чтобы он визуализировал кино из будущего фильм из будущего показывать ему кино и Владимир Ильич совершенно прав что из всех искусств важнейшим является кино для нас потому что хорошо добротно снятый кинофильм помогает человеку отодвинуть в суе и в кинотеатре два часа сидеть наблюдать картину проблема заключается в том что мы разучаемся создавать свою картину мира это важно тренировать и вот то как значит выбор непостижимая история как она происходит это загадка и эту загадку сейчас собираются цифровики разгадать собственно вот эта вот история с метой с тем что сейчас будут объединять связано с тем чтобы вообще на самом деле докопаться настоящих мощностей не не хватает выбор все еще остается сакральной личной осуществляющей свободу воли функций и слава богу ну вот процесс идет потому что вот в эту загадку сейчас полезли к сожалению люди которые будут использовать ее опять же так же как некоторые не очень и некоторые почти все не очень моральные киношники которые помогают людям в кино видеть всякую чепуху вместо того чтобы в труде рассматривать образ будущего подводя итог сегодня уже пора закруглять подводя итог мне хотелось бы пригласить всех к тому чтобы дать себе ежедневный труд а мы во времени чудес находимся чудо это когда вы оно обыкновенное настоящее обыкновенное чудо которое умеет любой малыш от рождения представлять себе то что мы то что я понимаю что это будет наилучший вариант для меня и моих родных для моего народа и для мира в целом собирать рядом таких же и верить в это все вместе ежедневно и таким образом вот этот вот вариант придет потому что вот это физичное пространство вокруг нас оно просто физическое пространство и оно тогда слышит и мы говорим о том что тогда нас слышит сам сам творец вот ну и задавайте побольше вопросов всем чтобы осознавать в каком мире мы с вами очутились и как им пользоваться фух вот да ну очень глубоко выруется Ольга Викторовна но концовка мне понравилась насчет физкультуры насчет физкультуры насчет того что там и страна и близкие и родные и все есть шансы все хорошо то есть есть шансы только у нас и есть это хорошее заявление ну очень интересно спасибо большое спасибо пожалуйста до новых встреч спасибо